Здравствуйте, друзья! По многочисленным просьбам мы переводим наше занятие в дистанционный режим. Регламент будет в занятии следующий. На YouTube-канале под названием «Волга Сёринзе» два-три раза в неделю я буду выкладывать видео с информацией, упражнениями и заданиями. Данное видео будет вводным и будет включать в себя рекомендации по организации тренировочного процесса дома в условиях самоизоляции. Важно следующее. Мы с вами ограничены на своих возможностях рамками квартиры, дома, участка. Однако нас никто не ограничивает в полете фантазии и использовании имеющихся ресурсов для своих тренировочных занятий. Итак, первое. Определимся с местом для занятий. Конечно, если больше места, тем будет лучше. Но в целом достаточная участка диаметром примерно равному размаху ваших рук. Помещение, в котором вы планируете заниматься, должно быть хорошо проветриваемым, что очень важно не только во время занятий, но и после них. Для отработки техники хорошим помощником будет большое зеркало. В случае его отсутствия, возможно, в вечернее время использовать собственное отражение в стекле окна. В целом занятия можно проводить под музыку. Музыка, как известно, оказывает очень мощные разнообразные воздействия на психическую сферу человека и в значительной мере влияют на управление функциональных возможностей. Следующий момент, который хотелось бы обратить внимание – одежда. Очень важно для занятий выделить отдельную одежду. Одежда должна не сковывать движение, быть свободной, легкой и позволять дышать телу. Для занятий дома проще всего подойдут спортивные штаны, шорты или футболка. А также, в принципе, можно использовать нашу традиционную форму для занятий – доги. Еще важный момент по поводу одежды. Одежда должна вызывать у вас положительные эмоции, то есть она должна вам нравиться, чтобы каждый раз надевая ее, вы наполнялись позитивом. Помните, что то, как вы относитесь к своему внешнему виду и то, как вы выглядите, не только определяет ваш настрой на занятия, но и в целом определяет серьезность вашего отношения к тому делу, которым вы занимаетесь. Далее – обувь. В принципе, я сторонник того, чтобы дома заниматься босиком. Можно использовать легкие кроссовки или чешки. Инвентарь. Время для самоизоляции идеально подходит для того, чтобы заняться своей базовой техникой – кихоном, отработать базовую технику. В части упражнений общей физической подготовки, специальной физической подготовки, естественно, нужно использовать весь спортивный инвентарь, который у вас есть – скакалки, гантели, ролики для пресса и так далее. Дальше важный момент – время и режим занятий. Здесь рекомендация следующая – заниматься, вызывательное, конечно, в одно и то же время. Наш организм любит режим. Занятия должны проходить не позднее, чем за два часа до сна, чтобы не перевозбуждать организм, и он мог спокойно подходить ко сну. Что многие сейчас дома удаленно учатся или работают – режим должен подбирать каждый под свой график. Нагрузка, тренировки должны быть не менее трех раз в неделю. В принципе, при умеренной нагрузке заниматься можно и каждый день, но при таком режиме желательно оставлять один день в неделю для отдыха. Для повышения самоорганизации я предлагаю вам ввести дневник спортсменов. В данном дневнике отражаются различные моменты, связанные с самочувствием, особенностями проведенной тренировки, количеством выполненных упражнений, подходов и прочее, отметки о соблюдении режима и так далее. И еще важный момент – касаемо гигиены. Сегодня, как никогда, о личной гигиене говорят повсюду. Личная гигиена обеспечивает сохранение здоровья и высокую жизнедеятельность человека. К ней относится не только мытье рук, как может показаться на первый взгляд, но, в первую очередь, суточный режим, то есть время подъема, время для работы и учебы, время для тренировки, время для отдыха и досуга, для приема пищи, отход ко сну и время для полноценного сна, уход за телом и кожей, то есть ванна, душ, обтирание и так далее. Состояние кожи оказывает существенное влияние на общее состояние организма. Безусловным является необходимость применения и использования водных процедур после окончания физических упражнений. Водные процедуры, на самом деле, можно совмещать с закаливанием организма. Неболее эффективным способом для этого является контрастный душ. Начинаем с горячей воды, примерно до 1 минуты, после этого секунд на 15-30 включаем холодную воду и потом продолжаем чередовать. Достаточно, в принципе, двух-трех циклов. Правило здесь одно, всегда начинаем с горячей и заканчиваем холодной водой. Важно заниматься разнопланово. Тренировки должны быть разноплановые, то есть не стоит упираться во что-то одно, важно заниматься и техникой, и общефизическими упражнениями, выполнять кардиотренировки, тренировки на растяжку и так далее, и так далее, дыхательные упражнения. Кроме того, не стоит забывать про ментальное развитие, читать книги, продаваться размышлениям. И последнее, на чем хотел застрить внимание, никогда не пренебрегайте разминкой перед тренировкой. Качественная разминка спасает от множества травм. Чем старше занимающиеся, чем больше ваш возраст, тем больше времени и тщательнее нужно выполнять разминку. Далее я вам покажу небольшой комплекс разминки, охватывающий основные группы мышц и суставов. Так, друзья, я переоделся, в спортивную форму, приоткрываем окно и начинаем разминку. Для начала легкого прыгаем. Разминка, ноги. И вверх, максимально. Разминка, тщательно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ай! Ручки на пояс головы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 В сторону 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Вращение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ручки Ражимаем кисти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ражимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Продолжаем Вращаем кисти Кисти вращаем медленно с усилием 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Хантай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 То же самое Медленно вращаем локти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Вращение Руки к плечам Вращение плечей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 И назад 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Широкая амплитуда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Хантай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Потянемся вверх Из этого положения наклоны в сторону 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Хорошо Ручки на пояс, ноги наше не плеч Вращение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ножки пошире Ручки на колени Разорвнем плечики 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ручки довернем И еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Хорошо Ручки на колени Вращаем коленочки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Хантай Наружу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ножки вместе Коленочки Прямо пережевываем суставчиками Плавно, потихонечку Ич, ни Сан Си Гу Ру Сити Хатти, хантай В другую сторону Надо обратить внимание, что на коленях нужно повышенное внимание Ноги подвержены больше нагрузке, поэтому коленочки нужно разменять лучше Хатти Ич, ни Сан Си Ич, ни Сан Си Ич, ни Сан Си Ич, ни Сан Си Хорошо Ножки чуть шире плеч Наклоды вниз Обратите внимание Кажу сбоку Коленочки прямые, спинку стараемся держать прямой Стараемся грудью дотянуться к полу Ич, ни Сан Си И выдохнули Еще разок Ич, ни Сан Си И выдохнули Еще разок Ич, ни Сан Си Хорошо Теперь то же самое упражнение делаем проходя по кругу Ич, ни Сан Си В обратную сторону Ич, ни Сан Си Ич, ни Сан Си Ич, ни Сан Си Хорошо Из этого положения статически потянемся Наклоняемся Диагональной рукой К ноге Вторую ручку Отворачиваем Обратите внимание Коленочки прямые Спинку максимально прямо в поясничке И на выдохе тянемся И замираем И поменяли сторону Хорошо Дальше Немножко растянем Ножечки Одна ножка впереди Растягиваем Ахиллесово сухожилие Икроножную мышцу Ич, ни Сан Си Го Рок Сити Хачи Кю Дю Глубокий выпад Вперед Стараемся прогнуться в поясничке Бедро довернуть вперед И пружиним Ич Ни Сан Си Пяточка пока стоит на полу Рок Сити Хачи На носочек Ножку ставим Ич Ни Сан Си Го Рок Сити Хачи И стараемся дотянуться Ублом до пола Ич Ни Сан Си Го Рок Сити Хачи На заднюю ножку садимся Таз максимально задвигаем в себя В себя Носочек натягиваем на себя И противоположным вишком Тянемся к носочку Стараясь положить грудь на ногу Ич На выдохе плавно Ни Сан Си Го Рок Сити Хачи В последнем задержались Потянусь Ич Ни Сан Си Го Рок Сити Хач Кю Дю Глубокий выпуск вперед Ич Ни Сан Си Го Рок Сити Хачи Кю Дю Носочек Ич Ни Сан Си Го Рок Сити Хачи Кю Дю Вниз Ич Ни Сан Си Го Рок Сити Хачи Кю Дю Сели на заднюю ножку Потянулись Ножку прямо в себя Задвигаем туда И тянемся Ич Ни Сан Си Го Рок Ти Ти А Ти Тю Дю Ай Хорошо И на одну ножку Север Потянулись Точно так же Попружинили Потянули ножку Здесь старайтесь Спинку держать прямо Пяточку Обязательно Ставить на пол В этом положении Можно постараться Распластаться По полу Вот сюда Стараться Влечь как можно ниже И потянуть Ножку У меня листурма Тянем ножку Как можно ниже С прямой спиной Не сутулить спину Прямо спину Хорошо И поднимаемся Легко попрыгали Стряхнули руки Ножки Хороший признак того Что вы хорошо размялись Это легкое испарение И ваше тело Разогретое Ну что ж Дальше я покажу Небольшой базовый комплекс Общефизических упражнений Который будет включать в себя Отжимания В упоре лёжа Приседания Некую интересную На мой взгляд Форму Упражнение на пресс Из положения лёжа В положение сидя И упражнение для мышц спины Итак Приступим Первое упражнение Отжимания в упоре лёжа Здесь есть несколько Важных моментов Которых сейчас расскажу Значит Первое Мы отжимаемся на ладошках Ручки ставим Чётко под плечами Чётко под плечами Ножки вместе Взгляд вперёд Спинка прямая Спинка прямая Предлагаемой форме отжиманий Я Хочу предложить вам сделать Паузы задержки В нижней точке И верхней точке Раз Два Раз Два Раз Два Раз Два Важный момент Чтобы у локтя Варимое выполнение упражнение Шли вдоль туловища Вот таким образом Не уходили в сторону Шли вдоль туловища Вот сюда Очень важно дыхание На опускание вниз Вдох На подъёме выдох Вдох Выдох Вдох Выдох Здесь не надо торопиться Делать в спокойном темпе Ориентировочное выполнение Количество выполнения упражнения Например 20 раз Возьмём начальный такой Вариант 20 раз Следующее упражнение Приседания Ножки не ширине плеч Приседаем вниз Примерно до уровня Параллели бедра Полу Вытягивая ручки вперёд Можно пониже Из этого положения встаём И после совершаем наклон До касания земли Прямыми коляночками Встаем обратно Опять 20 раз Следующее упражнение Натресс Скручивание Для этого можно Либо упереться ножками в стену Либо, например Завести их под батарею Чуть-чуть зацепившись Коленочки согнуты Ручки к голове Ложимся Старайтесь не тянуть себя За голову Не растягивать мышцы Шеи А именно подниматься Спиной Раз Два На подъеме выдох На опускании вдох И ещё одно упражнение Для мышц спины Лёжа на груди Чуть-чуть отодвинемся от батареи Лёжа на груди Ручки к голове Ножки, носочки натянуты Прогибаемся Отрывая от пола И ноги И грудь Стараемся посмотреть Как можно выше Вот такой несложный комплекс Четырех упражнений Я предлагаю вам выполнить Каждое упражнение по 20 раз И сделать порядка Четырех-пяти кругов Не спеша Спокойно Соблюдая все Указания Которые я сказал И обязательно Обращая внимание На дыхание Делай паузу Между кругами Это будет Базовое упражнение Для укрепления Общефизического состояния На этом всё Ещё раз Обращаю внимание На те указания Общие По организации Тренировочного процесса Дома Не игнорируйте их Они вам действительно Могут помочь На этом всё Всем спасибо До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok